Добрейшего денёчка! С вами, как всегда, я, Тесла. Сегодня мы в очередной раз вернём себе 2007-й. В те времена вышли такие громкие игры, как Первый Крайзис, Биошок, Ассасин Скрит, обзоры на которые уже есть на канале, а также Сталкер, Ведьмак и многие другие отличные игры. Среди всех этих известных проектов, 10 октября от маленькой инди-студии Valve выходит собрание игр под названием Orange Box. Этот сборник включал в себя второй эпизод Half-Life'а, альфа-версию Team Fortress 2 и невероятный Portal. В год выхода оранжевой коробки я был малолетний дебил и предпочитал бегать в CS, нежели прыгать по порталам. И вот наступил 2011 год, тогда я увидел анонс Portal 2. Трейлер сразу же мне понравился, и я вспомнил, что у меня валяется диск с первой частью. В которую я никогда не играл. Так началось моё знакомство с этой вселенной. И вы знаете, она мне понравилась куда больше, чем Half-Life. Так давайте же разберёмся, стоит ли играть в неё в 23-м году. Но сперва, дорогой зритель, подпишись на канал, если тебе нравятся мои видео, а также бей в колокол, чтобы не пропустить новые уведомления. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, ведь мы начинаем. События игры разворачиваются во вселенной Half-Life, о которой мы обязательно поговорим. Но потом. Играть нам предстоит за девушку по имени Чел. Она просыпается в лаборатории. Апертур Саенс. Которая занимается изучением природы порталов. Мы слышим голос робота, который сообщает, что Чел участвует в эксперименте. И через несколько секунд желательно покинуть это помещение. Приготовьтесь к открытию портала. Три, два, один. Знаю, что многие игроки хейтят русскую озвучку. Но я люблю локализованные игры. Так можно меньше отвлекаться на тех субтитров. А иногда бывает столько экшена на экране, что попросту не успеваешь читать. Но не будем отвлекаться. По началу, порталы открывает искусственный интеллект. Который следит за нами через камеры на стенах. Несколько первых миссий не представляют чего-то сложного. Нас просто обучают, как взаимодействовать с предметами. После чего мы попадаем в поле разряженных частиц. Эти поля служат защитой, чтобы мы ничего не украли из зоны испытания. Наконец, в одной из комнат мы можем подобрать портальную пушку. К сожалению, это урезанная версия. И она может создавать только один портал. Далее тренируемся устанавливать порталы. Какой инновационный движок Source был в своё время? Вы только посмотрите, как проработаны отражения в этих порталах. В других играх, в которых я встречал порталы, они выглядели менее эффектно. В третьем Ведьмаке они смотрелись как некие Глори Холлы, которые вели в неизвестность. У Диабла порталы выглядели уже узнаваемо, как и в большинстве других игр. Имея классическую овальную форму. Разработчики Титан Квеста сделали порталы в виде столбов света. Однако это всё ещё далеко от уровня, который задал Valve. И хоть местами первый портал выглядит сыровато, а сюжет его до боли простой, во время прохождения меня не покидало желание вскорее узнать, чем всё закончится. Примерно середины игры у меня стало возникать ощущение, в этом экспериментальном центре что-то идёт не так. Пустые наблюдательные комнаты, где обычно должны находиться учёные, нагоняли тоску и ощущение полного одиночества. Ещё более жутким становился тот факт, что единственным нашим собеседником становился голос робота Гледас, который ведёт наши эксперименты. Думаю, для людей, страдающих синдромом зловещей долины, играть в портал будет то ещё испытание. Тем временем чел добирается до 11 уровня. Здесь мы можем подобрать апгрейд для нашей портальной пушки, решив нетрудную головоломку, прокачиваем наш ствол. После чего Гледас сообщает информацию. Теперь устройство стоит дороже, чем годовой доход, и внутренние органы всех жителей в городе. С полноценной версией пушки мы можем ощутить возможности портал во всей красе. С этого момента головоломки становятся чуть труднее, но и решать их становится интереснее. В детстве я любил развлекаться, открывая порталы параллельно друг другу, а затем прыгать в них. Ставь класс, если делал точно так же. Добравшись до 15-й камеры испытаний, я застрял примерно минут на 40. Из-за того, что мой IQ как у хлебушка, я долго пытался найти способ отрикошетить шарик в нужную лунку. Когда идеи стали подходить к концу, я принял позу для размышлений. И как оказалось не зря, ведь нужно было разместить два портала просто напротив отражающих поверхностей. Далее чел добирается до 16-го испытания. Гладес сообщает, что комната временно недоступна, поэтому нам нужно пройти испытания, рассчитанные на андроидов. В комнате мы также замечаем несколько турелей, которые реагируют на движение человека. К счастью, для их деактивации достаточно просто прокинуть их на бок. Пройдя чуть дальше, мы замечаем заблокированную панель, а рядом на стене есть человеческий отпечаток. В этот момент у меня появилось ощущение, вдруг мы не одни в этом комплексе, и где-то есть такие же несчастные испытатели, которые ищут помощь. На стене этого импровизированного убежища мы видим надписи, которые многократно повторяют «Тортик – ложь». Тут мы вспоминаем, что в начале игры Гладес говорила, что за прохождение испытаний в конце мы получим тортик. Неужели робот способен обмануть человека? Приняв эту информацию, завершаем уровень и отправляемся на 17-ю локацию. Здесь Гладес говорит, что теперь у нас будет особый куб. Куб – компаньон. С ним мы должны будем пройти весь 17-й уровень. Сперва может показаться, что это обычное испытание, где нам нужно довести объект из пункта А в пункт Б. Но уже на первых этапах Гладес предупреждает, что у чел могут появиться ощущения, что куб жив. Но на это не стоит обращать внимание, ведь это просто побочный эффект. Да и вообще, куб не может говорить. На первый взгляд, информация может показаться логичной. Вот только мы находим очередную заклинившую панель, где очевидно скрывался еще один из выживших. Пробравшись внутрь, мы видим различные фотографии, а также надписи. Человек, живший здесь, явно любил куб-компаньон. Также мы можем обратить внимание, что вместо голов у людей на фотографии изображен куб. По одной из теорий, в каждом кубе-компаньоне спрятано осознание другого человека. От этого становится еще страшнее, ведь, возможно, это сделала Гладес. Добравшись до конца локации, Гладес сообщает, что для прохождения нам нужно уничтожить наш куб-компаньон. При этом не самым гуманным способом, его нужно скинуть в печь. Мы умертвили своего верного приятеля кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Это рекорд. На 18 уровне Гладес напоминает, что близится финальный этап испытания. А также... Вы тот. Для прохождения нам потребуются все ранее полученные навыки. Получаем ускорение с помощью порталов, дабы перебираться на большие расстояния. Решаем головоломки с энергетическим шаром. Сбиваем богомерзкие турели. Затем моя любимая часть игры, где нужно на скорость телепортироваться между платформами. Valve очень круто проработала физику использования порталов. При прыжке с высоты мы сохраняем кинетическую силу, за счет которой, вылетая со второй части, мы получаем значительное ускорение. Правда, если у вас слабый вестибулярный аппарат, такие прыжки могут вызвать легкое головокружение. Наконец, нам удается добраться до 19 уровня. Гладес в очередной раз напоминает, что по завершению этого испытания нам нужно будет сдать портальную пушку, а взамен мы получим торт. Запустив движущуюся платформу, проходим небольшую полосу препятствий, после чего мы видим значок такого желанного тортика. Однако, дело начинает пахнуть жареным, ведь мы движемся прямиком в печь. В этот момент Гладес говорит, что нам не стоит беспокоиться о портальной пушке, ведь она не причинит нам вреда до того, как мы превратимся в пепел. А поскольку Челл не горит желанием умирать, она открывает портал над печкой. Наши действия вводят Гладес в ступор. Она начинает запинаться и говорит, что на самом деле они хотели сделать вид, что желают убить Челл. Но мы успешно прошли это испытание. Понимая, что роботу больше нельзя доверять, Челл ускоряет себя при помощи порталов и попадает в подсобные помещения. Из-за того, что мы выбрались за пределы испытательных комнат, Гладес старается придумать разные способы вернуть нас обратно, дабы вместе с нами отведать тортика. Однако подсказки на стенах продолжают твердить. Тортик – ложь. Скорее всего, Челл не первый человек, которому удалось покинуть испытательные камеры. Поэтому смело следуем по знакам на стенах. Они приводят нас в комнату научных сотрудников. Там нас ждет новый вид турелей – ракетная. С ее помощью пробиваем себе путь дальше. Затем в одной из комнат мы натыкаемся на презентацию, где сравниваются доходы этой корпорации и Блэк Мезы. Вот это поворот! Теперь точно нет сомнений, что события происходят в одной вселенной. Наконец мы добираемся до главного зала, где впервые видим Гладес. Она не сильно рада нас видеть, но обещает, что через 5 секунд она активирует сюрприз. В этот момент от нее отпадает один модуль. Гладес просит минутное перемирие, чтобы понять, что произошло. Однако после всего, что пережила чел, ее уже не остановить. Она открывает печь и идет туда сбрасывать модуль. После его уничтожения Гладес сообщает новость. Хорошие новости, я поняла, что это был за прибор. Набор моральных принципов. Оказывается, когда-то давно Гладес распылила сильный нейротоксин, который убил практически весь персонал. После этого ей установили модуль моральных принципов, который должен был ограничивать жестокость. Теперь Гладес ничего не останавливает, и она распыляет токсины, которые через 5 минут заполнят всю комнату. Для своей защиты робот вызывает ракетную турель, которую мы мастерски используем против нее. Следующим сбитым объектом оказывается модуль любознательности. Пока мы держим его в руках, он задает различные вопросы. Пока он окончательно не достал допрашивать, сбрасываем его в печь. Пока чел пытается сбить другие модули, Гладес рассказывает, что она устроила отличную вечеринку к нашему возвращению. На нее был приглашен наш приятель Кубик, но не смог прийти, ведь мы его бессердечно убили. Наконец-то мы сбиваем еще один объект. На этот раз модуль рецепта пирога. Последней сбитой частью оказывается модуль ярости. Если прошлые могли запомниться различными фразами, этот просто рычит на главную героиню. После его уничтожения, Гладес окончательно выходит из строя. В комнате нарушается гравитация, и чел начинает затягивать в луч света. После затяжной яркой вспышки, героиня оказывается на улице. Вокруг нас падают обломки Гладес. Казалось бы, вот он хэппи-энд. Главный враг повержен, а мы на свободе. Но это же игра от Valve, здесь не может быть все так просто. Чел слышит за своей спиной механический голос. Он благодарит ее за принятие позы ожидания. Затем берет ее за ногу и утаскивает куда-то в затемнение. Ну что ж, друзья, таким был первый Портал. Игра проходится ультра быстро. Мне понадобилось всего лишь 3 часа для полного прохождения. Я не фанат головоломок, но Портал мне чертовски нравится. Может быть из-за гнетущей атмосферы, а может из-за сюжетных поворотов. Конечно, если сравнивать ее со второй частью, она местами слабовата. Несмотря на это, я считаю ее достойной для прохождения в 23-м году. Особенно рекомендую тем, кому понравилась вторая часть. Моя личная оценка будет 6 из 10. Все-таки эта игра выглядит немножко сыровато, местами недоделана, а то и вовсе как техно-демка. А на сегодня все. Спасибо за просмотр, ставьте классы, оценивайте и комментируйте. Не забывайте о группе ВКонтакте. Там я пишу различные новости канала, а также статьи на тему наших с вами любимых игр. До скорых новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok